Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки декабря. Я думала, что у меня ни черта не накопится и будет полторы-две штука, но внезапно что-то случилось, плюс еще такая небольшая зачистка к астметической косметике. Ну там вообще даже не то, чтобы полтора, а один, наверное, предмет. Короче говоря, я хотела сначала сесть напротив спиной к елочке, но что-то в итоге село так. Короче, с чего-то начать-то. Она не совсем косметическая, но все же пустая баночка. Я думаю, что можно ее немножко порекламить, но у меня даже в отдельном пакетике лежит. Вот такая штука у меня закончилась. Мы как-то летом с Женькой покупали каждую осепа такой штуки, и кто-то там на работе или знакомых посоветовал такую штуку, и типа она дофига крутая, и все такое отмывает. Слушайте, она реально дофига крутая, один раз пшикнет. Туалет хорошо отмывает, ванну хорошо отмывает. У меня раковина такая скользкая или как там ее керамика, ее хрен чем отмоешь другим, вот если там какой-то желтый налет. Не каждая фиговина отмывала, а это очень быстро пшик, максимум минуту подождать, ну в среднем 30 секунд. И все, вот губочкой смыли, ништяк. Краники чистит отлично, раковину у меня на кухне она такая металлическая, чистит супер. Плиту отмывает, я даже, ну вообще спинка подруги, она говорит, еще вот можешь старой зубной щеткой там потереть. Ну у меня как бы плита она новая, но ее за пару месяцев умудрились уделать, еще до того, как мы сюда приехали. И она в таком состоянии еще три года ждала, пока мы эту квартиру увидим. А потом, ну короче, прежде чем мы сюда въехали и купили уже официально позже, да. Короче говоря, там такой момент был, что хрен отодрешь. И я вот благодаря этой штуке и допотопной щетке из Ашана отодрала то, что никак не отдиралась. Очень классная штука вообще. Единственное, она такая термоядерная, она так дико воняет. Ну можно потерпеть этого низма. Причем самый прикол, что летом я эту штуку покупала за 300 с чем-то в магните на опарина. А вот точно такую же штуку полную, я ее даже еще не открывала, она на кухне стоит под мойкой. Уже в этом году покупала, вот буквально, может неделю назад, магните за 146. В нашем магните, в приточном, который вообще как бы считается самой дорогой среди магнитов. И там цены как бы слегка подороже, потому что проходимость маленькая. Короче, люди, это у нас глаз, грас, азелит, антижир, мощная пена, бережная очистка. Подходит для стеклокерамики, осторожно, алюминий и хром. Да, кстати, вот посуды эмалированные тоже очень хорошо отмывают. Мне очень нравилась одна штука, мягкий крем назывался, по 35 рублей в светофоре был. Но что-то вот последний раз, когда я была, ее там не было. А как я заметила, если светофоре однажды чего-то не стало, то потом его просто перестают возить. Не знаю почему, но очень хорошие вещи в светофор перестали возить, много чего хорошего. Эффективен от жира, нагара и копоти 600 миллилитров. Вот сейчас оно стоит 146 рублей, ну, грубо говоря, 150 рублей 600 миллилитров. На Whiteberries я такую штуку видела, она стоит что-то в разы дороже. Хотя на Whiteberries я видела в виде геля. Но у меня была какая-то вонючая, супер, вонючая, супер, супер, вонючая и хорошо удаляющая все штука спреем. И я, ну, тетя еще давала, когда я только сюда приехала, в начале 2018, ну, с апреля где-то, и тут все отмывала. Подружка мне одна еще помогала, спасибо ей за это. Там, короче говоря, и оно очень хорошо отдирало. А потом точно такая же штука, Санифор, Санитор, хрен знает, что-то оно в Фикси продается, по большей части, та штука. В виде геля она уже не так справлялась. Я подумала, что, наверное, спрей вот этот лучше, чем гель. Хотя, может, когда-нибудь закажу на Whiteberries или гель. Тут бутылка из переработанного пластика. Вот так она выглядит. Вот охренотень. Короче, вот, я, прикинь, зритель, вчера что-то монтировала, внезапно на монтажке увидела штучку. И поняла, для чего эта штучка у меня получилась одну штучку сделать. Я даже подумала, что у меня есть одна подписчица, которая смотрит меня с телефона и стабильно, ну, иногда жалуется, что ей плохо видно. Мне неудобно делать лицо-экран, как и некоторые блогеры делают. Потому что сидишь так лицо-экран, и некоторые вот... Ну, вот эта фигня больше, чем мое лицо. И вот, ну, ее как бы не всунешь. Я подумала, что если в люке что-то будет... Ну, я буду понимать, что это, возможно, плохо видно при монтажке. Но так вот, если с телефончика кто-то смотрит, мало ли у кого какой мониторчик телефончика, экранчик телефончика, то можно маленький такой фрагментик вырезать, так и приблизить. Прикольно, в общем. Ну, такая ослопочная. Я вот на ленте под носом висит этот значок, я только вчера увидела. И да, вот удобно держать вот так вот. Вот эту хрень покрутили, вот этой штукой поделали. Я сейчас не делаю, потому что хоть там вроде почти ничего не осталось. Но я не помню, как она, закрыта у меня или нет. В какую-то сторону покрутить вот эту фигню вот так вот. Ну, обычная пшикалка. Короче, очень классная штука. Еще подружка сказала, что ей другая подружка говорила, что этой штуки хватает на месяц. Типа, каждый месяц она покупает, она такая дорогая, ты-ты-ты-ты. Я ее в середине лета, если не вначале, покупала. И вот она у меня совсем недавно закончилась. На полгода точно хватает. Я как бы, ну, часто ей пользуюсь, но она очень экономичная. Я разгребала закрома родины, я тут убиралась. Практически четыре дня. У меня день был пыли, терки вот в этой комнате. День был пылесоса, подметания и мытья пола во всей квартире. День был разбора каких-то барахла, еще что-то на шкафу у меня лежали какие-то фиговины. Они целый год лежали, я поняла, что они мне за год не пригодились, а то, наверное, лучше их выкинуть. Ну, как бы это, что на переработку сказать. Короче, я залезла в полочку. У меня случилась такая фишка, потом я к ней перейду, как раз пустая баночка будет. У меня что-то волосы стали хреново реагировать на некоторые шампуни. Потом вдруг выяснилось, что я забыла купить шампунь. Точнее, я забыла, что у меня больше нет шампуня. У меня Лёречкин закончился шампунь, мой тоже закончился. Я думаю, детским мыло буду мыть, потому что проблема какая-то. Плюс еще у меня волосы линяли дней 10. Вот я мою посуду, я ощущаю волосы там, не за мной, сколько там волосы. Еще что-то мою волосы, у меня штук 5 на руке расчесываю, штук 10 вообще. Я так запаниковала, стала искать по сети, думать, что такое, что не хватает. Типа надо жрать железо и что-то еще, и цинк. Ну, значит, посмотрела, что у меня есть из того, что у меня есть. Ну, в чем есть цинк и железо, и если у меня что-то, что это содержит, то есть. Я вспомнила, что у меня что-то вроде было, залезло. Я думаю, вау, у меня глина есть. У меня подруга, помню, говорила, что на глину, а нет, она бесцветную или цветную, хрен знает. Ну, она сама вся рыжая, там я как бы, я не знаю, зачем она красится рыжая, хнуя свои рыжие волосы, там как бы чуть может рыжее становится. Короче, она хнула, смешивала с кефиром. Я думаю, а смешать что ли глину? Получилась сметанообразная жидкость, и я этой глиной помыла волосы вполне нормально. У меня еще и бальзамы-то все закончились. Я сейчас ополаскиваю, делаю, ну, в общем, воду с эфирным маслом. А потом, вот вчера, сегодня я еще не мыла волосы. Вчера я вечером, вообще в ночь я помыла волосы, думаю, сейчас запишу пустые баночки. Понимаю, что так устала, что я буду зевать на камеру еще чаще, чем обычно. И, в общем, в итоге, как бы голова чистая. Я перед тем, как полностью ее расчесать, ну, она высохнет, я на щетку немножко нанесла алоэ геля и вот так вот расчесала. И у меня волосы даже пышнее стали. Сейчас я их просто завела. У меня, с одной стороны, хочется спать, но сейчас 5 часов вечера. С другой стороны, если я сейчас усну, то мне придется голову мыть, укладывать и все такое. Думаю, ну, сейчас посмотрю, если завьется и нормально будет. Короче, вот этой глиной я ее смыла просто водой. Это несколько капель эфирного масла было, по-моему, чайного дерева. А потом этим алоэйкой фигакнула. Фигакнула. Нормально так. После детского мыла точно так же примерно. Только вот после глины оно более мягкие волосы. Короче, у меня глина, не поверишь зрителю, она просрочена аж на 4 с лишним года. У нее срок годности был 4 месяца. И годностью она была до мая 16-го года. Я когда-то там давно делала всякие химические хрени. Я ее покупала по запасам. Ну, несколько глин была. Голубая глина, розовая глина. Еще какая-то вот эта у нас розовая глина косметическая. Она как бы по большей части, если для ухода за волосами и кожей головы, то она больше подходит для сухих и безжизненных волос. У меня они как бы жирные и тонкие. И вроде все ништяк, но что-то стали лезть. Я вот когда этой глиной помыла и сделала качку, еще потом у меня тоже баночка пустая будет фигню одну вылила. Узнала, что и что. У меня волосы перестали сыпаться вообще. Сейчас вот ну как бы пара-тройка волосин. Но тут 10 дней вообще леняла. Я не поняла, то ли из-за того, что у меня был стресс от того, что команда у нас развалилась. Вроде я как бы нормально это пережила. То ли еще из-за чего. Почитала, что раз в 3-4 месяца волосы иногда линяют, чтобы выросли новые. Но у меня такая линька была только на сессии, по-моему, во время диплома еще в 2012 году. Короче, в общем, я как-то запаниковала. Думаю, вдруг я блесею и тут нахрен. Ну, почитала, что волосы в таком количестве это еще нормально выпадают. Просто обычно люди не замечают. Короче, вот хорошая такая глина. Русская глина. Русского происходения в смысле. Я не знаю, такая еще выпускается. Тут было два пакетика по 50 грамм. Я оба пакетика фигакнула. Она даже еще как-то так приятно пахла. Но мне прикололо, что у нее срок годности прошел 4 года назад с половиной. Сделанным в России. Сейчас я найду, где тут оно делалось таким. Стимул Калор Косметик. Она как бы свойства-то свои не потеряла. Мне кажется, иногда на некоторые продукты срок дают меньше, чем он есть, чтобы люди покупали больше этот продукт. В общем, вот это тоже пустая баночка. Тут уже просто коробочка. Я эти пакетики не стала оставлять. Оставлять. Так. Он не совсем пустая баночка. Но тут еще как бы сегодня у нас какое? 26 декабря, суббота. 17.56 на данный момент. То бишь, он еще успеет до конца декабря и года, соответственно, уделаться. У меня вот совсем чуть-чуть осталось. Это вот гигиеническая помада. Бальзам солнцезащитный. Мое солнышко. Подарок от зрителя, кажется, Сергея или Максима. Точно не помню имя. Но, в общем, спасибо тебе зрители. Это, в общем, очень классный бальзамчик. Я знаю, что он в аптеке продается. Я даже иногда в аптеках вижу. Хорошая гигиеничка. И для детей, и взрослых. Универсальная такая. Я ее иногда пользовала дома, потому что губы иногда были сухие. Не, я знаю, что можно медом смазать на ночь. Будут губы вообще вау. В смысле, мягкие. Ну и на выход. Мазюкала. Еще на упаковочке было написано, что можно ручки, ну или вообще какое-нибудь покраснение у ребеночка помазать, растушевать. И будет ништяк. Я вот эти костяшки иногда мазала. И растушевывала. Но, по большей части, на губы. Потому что, как бы, гигиеничка. У меня последняя гигиеничка вот такая, карандашиком. У меня там есть какой-то, ну, такой бальзам до губ от пищи целюлечки. Он будет потом в моем уходе на январь. Ну, вот именно вот такого формата у меня последняя такая. Как-то вот. Печаль вселенская. Очень классная штука. Спасибо за подарок зрителю. Так, переходим. Это вот про что я говорила. Внезапно такое разочарование. У меня этот шампунь стал сушить волосы. Очень сильно сушить волосы. Если раньше я им пользовалась, мне вообще никакого бальзама не надо было. Теперь даже если с бальзамом, то вот просто я их... Они настолько сухие, будто я их только что осветлила. Причем тонов на 10, наверное, если не знаю на сколько. И волосы сыпались и как-то не промывалось. В итоге я его пустила на пару раз помыть. Ну, гель для душа из него сделала. Это Green Mama, формула тайги. Шампунь от перхоти, лесная вишня, репельник. На самом деле он для всех типов волос. Я давно его... Я его исключительно пользовала как для жирных волос. Ну, для перхоти я его не использовала. У меня очень давно уже нет перхоти. Сила целебных растений. Тут 400 миллилитров было. Он октября 2019 года создан. И до октября следующего года бы дожил. Ну, после вскрытия 6 месяцев живет. Но вот, к сожалению, я его уделала усиленно раньше уже именно как гель для душа. Он очень концентрированный. Раньше он был как-то, ну, может, чуть-чуть другая консистенция была. Хоть по типу вроде и такой же. Но раньше нальешь на руки, но вспенешь и все ништяк. А здесь вот понимаешь, что надо как бы разбавить, чтобы получилась такая более другая пена. И вот новый дизайн этот, я не знаю, как у них сейчас, вот за год, может, что-то изменилось. Она у меня сломалась, эта крышечка. Очень неудобный дизайн в этом плане. Но оно как бы открывается, а в итоге сломалась. Дырочка, конечно, удобная. Тут много не выльется. Но сама вот эта крышечка непродуманная. Вот. Вон у меня пустая баночка. Я так поняла, что, видимо, мой организм хочет перерыв от Грин Мамы сделать. Какие-то вещи у меня от Грин Мамы еще остались. Они нормальные, хорошо со мной живут. Но вот на шампуне, видимо, надо сделать перерыв. И я не знаю пока, чем голову мыть. Ну, потому что я как бы привыкла. Раньше я пользовалась исключительно и Фраше шампунем, и Грин Мамой, и какими-то от Эйвен. И Фраше я теперь как бы не пользуюсь, потому что тот, который мне нравился, они сняли с производства. Я даже не знаю, что сейчас у Фраше есть. Я уже год практически у них ничего не заказывала, если они больше не покупала и Фраше. Грин Маму, соответственно, вот тоже шампуни. Которые у них новые на тот момент были, они мне не подошли. Вот эти классические. Я так поняла, что теперь это тоже не мое, к сожалению. У меня есть как бы его дёготь специальный косметический. Я когда-то даже делала мыло с дёгтом. Короче, думаю, может быть на мыльной... Напоминание прилетело. На мыльной основе сделать себе какой-нибудь крепкий, ну, такой вот этот твёрдый шампунь. Или попробовать, может, шампунь просто сделать более-менее жидкий. С применением этого дёгтя чисто вот для волос. Или же попробовать всё-таки мыть пока детским мылом вместо шампуня. Потому что я как-то даже не знаю, к чему сейчас кинуться. Плюс конец года. Я сегодня думала зайти в один магазин, но в итоге не зашла. И думаю, что там, наверное, можно... Ну, как бы, если что-то есть, то скорее всего раскупили. А если не раскупили, то хз, короче. Может, уже что-то и не работает. Так что вот, к сожалению. Очень хороший шампунь. На самом деле, я его всем советую. Но мне что-то он перестал подходить. Внезапно. А мы с ним 10 лет практически знакомы. У меня наконец-то закончилось, не поверясь зрителям. Оно вообще, в общем, была просроченная нахрен. И после вскрытия должно было, наверное, уже помереть сто лет. Но оно не испортилось. Там капля какая-то осталась. Она ещё в нормальном состоянии. Тоже Гринмама, формула тайги, молочко для снятия макияжа. Масло зародыша, пшеница и ромашка. 300 мл. Очень экономичное. Вас оно задолбает. Сроком годности оно было до февраля 2019 года. Это, считай, вот практически... Чуть-чуть не дожило до февраля 2021 года. Раньше у них был срок с запасом... Ну, как бы, оно было сроком годности всегда 3 года раньше. Плюс ещё срок с запасом был. И по большей части Гринмама вот старого образца, она хорошая очень была. Вот у меня маска какая-то подарочная была от новой серии Гриннова. Ну, в смысле, я как бы уже не слишком новая. Это, может, года 3 или 4. И эта серия Гриннова раньше была предоставлена от Гринмама в фикс прайсе по 77 рублей. Все эти средства были. Сейчас я не знаю, есть или нет. Но вот года полтора назад я как-то там уже не видела в нашем, по крайней мере, фиксе. Короче, вот эта серия Гриннова. У меня маска буквально там, ну, дней 5 до конца срока годности оставалась, и она уже испортилась. Она протисла как-то так. А это вот отличное такое молочко. Чуть-чуть тут совсем... Ну, в смысле, тут уже не выпрыскивается. Конечно, можно перевернуть и там на ватку выдавить. Но уже тут совсем капля буквально осталась. Соответственно, оно в пустых баночках. Конечно, сейчас там цена на эту Гринмаму уже каждый год, я помню, с 2011 года у них там на 10% цена поднималась. И когда у них идут скидки, вот там 50%, 60%, 40%, 30%. По большей части, когда сейчас идут скидки, это уже давно такая тенденция у них была. Это или товар через пару месяцев просроченный, ну, закончится срок годности, или вообще просроченный товар. Потому что я помню, как-то в подарок приходила мне, там у них еще раньше форум был, там люди писали, типа, хрен ли вы в подарок, присылайте то, что уже там год или два просроченное. Ну, бывала у них такая фишка. А как-то я что-то купила, у него срок годности заканчивался через два месяца. Причем оно, ну, небольшая скидка была. Сейчас, если делаю скидки, я так поняла, что у них идет вот именно вот такая фишка. Как в магазине «Магнит» там или в какой-нибудь, ну, по большей части в сетевых магазинах бывает, когда продукт срок годности заканчивается, на него идет там 25 или типа того скидка. Вот у «Гринмамы» также, и сейчас у них, когда даже просто, если нормальный продукт, нормальная срок годности, идет эта скидка, то изначальная цена вот именно та, какая была когда-то. Вот этот шампунь раньше стоил 141 рубль. Сейчас он, по-моему, около 300 уже стоит. Вот. И вот это молочко, я даже не знаю, ну, даже если по теперешним ценам, оно все равно очень экономичное, оправдает себя. Этого шампуня мне, как бы, такой тюбик от 400 мл, мне хватало на 3, иногда на 3,5 месяца. Та штука, про которую я говорила, это у меня настойка календал, у меня как-то болело ухо, я ее специально покупала, 14 рублей всего лишь стоило. Не то, чтобы у нее там где-то срок годности заканчивался. У нее срок годности вообще до этого, ноября 23-го года, но у меня как бы там чуть-чуть было, я вот искала, что мне может помочь, чтобы волосы перестали падать. Я прочитала, что можно сделать ополаскиватель, но там было на 10 литров воды, кажется, или на 3 литра воды, 2 столовых, или сколько-то там ложек, но тут столовой ложки не было, а тут было вот, ну буквально, может, полторы чайных. Я вылила в свою кастрюлю, с которой обычно нагрею, чтобы волосы окачивать, и вот помыла глиной, окатила вот этой, и у меня волосы перестали падать вообще. Вот я окатила, и у меня ничего вообще не падало. Кто-нибудь скажет, тебя сглазили, и поэтому вот с глаз смылся, а кто-нибудь скажет, что ну действительно действенная календула настойка, очень хорошая штука. Что она у меня закончилась. Я как бы ее покупала вот в 19-ом году, как раз год назад у меня ушко болело. Не пользовала уже потом, думаю, ну я просто полезла, думаю, что еще такое есть, что можно, в принципе, вот выкинуть и оставить в этом году. Мне такую штучку Женька давала как-то, у нее, в общем, сестра окрашивала волосы, ей бонусом была вот эта хренатень. Потом мне кто-то в комментах такое советовал, и оказалось, что советовали именно эту штуку. Это лореаль, какой-то там бальзам или маска с кучей масел или что-то такое, а вот тут маска. Да, это маска, по ходу дела. Маска-бальзам, и маска, и бальзам для волос, там какие-то масла для очень сухих волос или для окрашенных волос, вот что-то такое, 12 месяцев после скрытия, тут 60 мл. Но у меня лежала в ванной, и как-то вот я про него совсем забыла. Один раз попользовалась, я не поняла прикола. Мне еще подружка сказала, что на сухие кончики волос, как раз когда она меня отследила тогда, а потом я тут его нашла, у меня как раз бальзам закончился, волосы спутываются, еще не линяли, но спутывались. Если я на себя все-то выдавила, слушайте, нормальная такая штука, если в магазине увижу, может быть, приобрету себе. Короче, в общем, если что, я вот такую штуку советую, это лореалевская, внезапно, очень даже ничего. Причем даже если у вас не сухие волосы, а, допустим, жирные, он у меня неудачно упал, эта фигня отвалилась. А потом я ее очистила, ну, как бы она отвалилась наполовину, я ее стала снимать, думаю, вычистила. Мне было тупо интересно, как там внутри стоит ее мыть, чтобы потом использовать для своих этих бальзамчиков для губ, но по ходу дела это бесполезняк. Короче, она просроченная, вообще она просрочилась еще в феврале прошлого года, а нет, в ноябре прошлого года она просрочилась. Это Ашановская марка, сделанная во Франции. Я покупала такие, два розовых и один зеленый, я думала, что они просто, ну, может, пахнут как-то, или цветные. Оказалось, зеленый на губах, зеленый такой, бледно-зеленый. Такой этот вообще, будто человек уже отдал Богу душу, и у него такие вот бледно-зеленые губы, я не знаю, как передать. Я тогда дарила Насте Лукьяновой и Еленке Снегиревой, или какая она там сейчас по фамилии. Короче, в девичестве она была Собянина, может, сейчас она тоже Собянина. И у них были розовые, у меня был этот, он был с мятой, а у них, по-моему, с лубникой был. Вот те розовые они отдавали на губах розовым, а этот был зеленый. Я им практически не пользовалась, что-то я как-то про него забыла, он стоял, жрать не просил. А тут внезапно ткнулась, глянула на срок годности, он у меня еще упал как раз. Он до сих пор пахнет такой мятой, потому что, знаете, мята и стоил что-то, или тогда по скидке я покупала, оказывается, что-то около 30 пешки рублей, или 60 пешки, ну что-то меньше, сотни каждая штучка. Мята и, если растолочь таблетку кальция, которую вы из аптеки, и смешать с мятой, то вот такой вот вкус, в смысле запах. Ну, в общем, вот. Так-то он неплохой был, и он, ну, большой такой форматик, его надолго бы хватило. Но у меня что-то на тот момент, тут 9 грамм целых, слушайте, было бальзам для губ мята, 9 грамм тут. Большой такой бальзамчик, но у меня на тот момент были еще другие бальзамчики, а потом, когда я поняла, что он каким-то цветом отдает, под помаду еще не, ну, как бы, можно нанести, если помада это все перекрывает, но губы хорошо увлажнял, но то, что вот у него цвет такой был зеленый, бледно-зеленый, с блестками, ну, не то, что с блестками, с шиммером каким-то, вот как-то он так. Это уже не то, не все. У меня тут будут два парфюмчика. Честно, я поняла, что они меня не вдохновили, что у меня тут все булькает-то. Это у нас Жан-Франко Ферре, Ферре-Роуз, вот ему и еще другому, это в поменяшке парфюмерной от Лены из Эвпатории был посвящен стрим. Один должен был пахнуть лавандой, а другой ванилью. Вот лаванду я не учуяла вообще, а ванилью у меня пахло другие духи. Ну, в общем, та, которая должна была быть лавандой, она пахла ванилью, а та, которая ванилью, она пахла чем-то иным. Сейчас оно мне напоминает Эйван Фэм, и еще какую-то, даже нет, не Эйван Фэм. У меня помните, был обзор, но если вы не смотрели, то гляньте, по-моему, плейлист парфюмерии, вот расслабление парфюмерии, этот парфюм у меня ушел подписчице, кажется, Маша зовут у нее, правда, на нике другой ник, там, Дима Пончер, что-то такое. Короче, она мне комментирует иногда, в общем, Маша что захотел, такие у них флакончик был, напоминал крышечкой цветочная диска от Эфраши, но оно, по-моему, орхидея, макара, что-то такое, какие-то русские духи, вот оно чем-то таким пахло, сначала приятно, а потом вот пахло уже каким-то удушающим между лотосом и непонятно чем, и с самой плохой версией Минкшу от Эфраши, такие духи были у них сняты уже довольно давно, причем мне Минкшу как бы нравились, и лотос мне нравится, но бывает такой вонючий лотос, вот оно пахло, именно те духи пахли так, а вот это сейчас пахнет именно как то. Я помою этот флакончик, он мне прикалывает, если запах не выветрится, то придется выкинуть, если выветрится, то можно использовать как вот, ну, отпрыскать все духов и взять с собой куда-то, да, спасибо, Лена, но не понравилось-то мне что-то это в итоге, Ферре Роуд, это у нас Сара Джессика Паркер, лавлить того, которая лавандой, но для меня оно пахнет ванилию, вот оно так и пахнет ванилию, оно похоже на летовую крышечку, которую, кстати, у меня такие духи, у нее там неполный флакончик был, Лена тоже присылала, когда-то вот Лена из Афатори, вот как раз это ее духи, вот это ее парфюмерной поменяшки, там тоже есть этот обзор, я думаю, что он в плейлисте парфюмерии, короче, это она мне две посылки присылала, сначала просто там какие-то растения, а потом уже растения, и вот мы с ней устраивали поменяшку, с ее инициативой, в принципе, я совершенно не жалею, потому что я отдала в добрые руки несколько духов, которые у меня сама уже как бы, я ими перестала пользоваться, они стояли на душу, выкинуть жалко, а кому отдать неизвестно, но и от нее там какие-то были очень даже к месту духи, вот эти попробовать, в общем, Эйвен, Саммер Вайт, что-то там, я не помню, Саммер Вайт Санрайс, что ли, с фиолетовой крышечкой, для меня эта фиолетовая крышечка пахнет лавандой, лавандой, пардон, ванилью, а это практически дублирует этот аромат, я вот кроме этой ванили ничего тут не чую, но такая мягкая ваниль, это не как и фрашевская, допустим, ваниль Нуар или бурбонская ваниль, просто такая легкая мягкая ваниль, в общем, вот, тоже пустая баночка, но я их как бы прыскала на себя, иногда ароматизировала комнату, когда я тут убиралась, у меня такая большая стирка была, помимо уборки пылесосной, вениковской, и мытья пола, и у меня, видимо, передоз был этой стирки, я чувствовала, везде у меня и занавески были постираны, белье было постирано, еще что-то сохло тут, и там было постирано, у меня пахло, вот, бывают такие, в каких-то, не знаю, силиконах, вот, короче, такие фиговины порошковые, которыми обычно куртки стирают, ну, удобно, ими куртки стирать, в стиралку внутрь, фига к ее, и они чаще всего воняют, так термоядерные, намного хуже, чем, допустим, в таком же виде, только порошок, и вот у меня, с одной стороны, я стирала что-то порошком, что-то стирала вот этой вот фигней, и оно переплелось, и так жутко воняло, я понимаю, что уснуть не могу, потому что запах стоит полухимозный, и я прыскала какими-то из этих духов, просто, чтобы приятно пахло. Не совсем пустая баночка, в смысле, не совсем баночка даже, я их иногда обозреваю, мне очень нравятся эти диски каждый день, ватные диски, 120 штук, они что-то 35 рублей, что и стоят. Бюджетная хорошая штука, я считаю, что вот за такую фигню вообще бесполезняк переплачивать, потому что многие диски пользовала, и дорогие, и супердорогие, вот по типу таких, еще какие-то раньше дешевые, какой-то другой фирмы покупала, просто в обычном магазине, в солнечном, и есть с прошитыми краями, как бы распушаются быстрее, чем нужно, чем возможно. Есть и не прошитые, и нормально держатся. Короче, я пришла к выводу, что оптимальный вариант, бюджетно не переплачиваешь, и нормальные ватные диски. Я знаю, что у меня какая-то девочка смотрит, смотрела, не знаю, как сейчас из Углича, в смысле, не совсем из Углича, там, короче, соснового поселка, и она мне писала, что благодаря мне она на дисках стала экономить, что ну реально, 35 рублей за вот такую упаковку, это оптимальная цена. То бывает там 80 рублей, 120, зашёл за бренд платить, в составе та же самая вата. И последняя у меня тут баночка остаётся, это вот, не поверишь зрителя, но закончилось. Я думала, что у меня какая-то баночка была эфирного масла, но то ли я её обозревала в предыдущих пустых баночках, то ли она всё-таки не стала пустой баночкой, что-то я её не наблюдаю в пакете. Короче говоря, у меня закончилось Миролла, масло какао, косметическая упругость и тонус, наружная 25 мл, то самое масло, кстати, оно 116 рублей стоило, его в нашей аптеке покупала, 12 месяцев после вскрытия, то самое масло, которое я то маслом какао обозву в своих уходах, то маслом этого самого кокоса, но на самом деле это масло какао косметическое, вот. Очень экономичное, хорошее, а последнее время я его, в общем, пользовала, как масло для рук ставила на батарею, оно через какое-то время становилось жидким, потому что руки у меня на тот момент холодными были или не настолько тёплые, чтобы быстро согреть его, но на самом деле, по-моему, плюс 26 температура его плавления, и я капельку на руки, и каждый ноготочек ещё удобрить. Да, они у меня не накрашены, они тут тоже, кстати, что-то ломались, не слоились, но ломались, как раз в момент, когда волосы линяли. И я что-то их сейчас даже, ну, как бы удобряла-удобряла, даже не подумала, что надо бы накрасить, хотя сейчас вот уже всё нормально пошло. Они всё равно быстро растут, как бы, конечно, раз в неделю, там я их подстригаю, но они ещё и ломались иногда, некоторые из них, поэтому я как-то не стала даже загоняться насчёт покрасить, но я их удобрела. Ну, и опять открою секрет Палешенеля, который я уже много раз говорила, и в уходе, скорее всего, может, ещё где-то, вот сюда, по капельке, на вечер, вот этого масла, перед сном, охлопывающими движениями, если у вас начали появляться, там, вот, первые признаки этих гусиных лапок, или вам кажется, что там какие-то морщинки, или у вас уставший взгляд, и всё такое, если гусиные лапки, в течение недели, каждый вечер перед сном поделайте, там, глядите на себя, удивитесь, если просто уставший взгляд, там, уставили глаза, мало спали, допустим, последние трое суток, действительно помогает, вот так вот, ну, конечно, помогает хорошенько выспаться, но не всегда помогает хорошенько выспаться, если вот один день плохо спал, второй день выспался, то всё вот тут прошло, а если вот дня три вот такая фигня, и вот здесь уже какие-то, как бы, что-то типа не так, какие-то неровности, не шероховатости, или как-то так, вот сюда вот нанесли, похлопывали, теми же мизинчиками, подушечками похлопали, эта маслица аккуратненько впиталась, и на следующее утро всё ништяк, вот такое вот чудесное маслица, масло какао косметическое, от фирмы Мирола, Мирола, кстати, русская фирма, и, кстати, многие её ругают, но она продаётся в аптеке, она очень классная, ещё Миролу можно найти, какие-то другие масла, в фикс прайсе, я видела раньше, иногда там покупала, и на зоне её можно найти, но вот масло какао, только в аптеке у нас видела, я, может, я просто не искала, я помню, его покупала, исключительно, чтобы добавлять воск для ногтей, бальзам для губ, но что-то, в общем, в итоге оно у меня ушло, просто как в уходе, вот такие у меня были пустые баночки, буду рада почитать ваши комменты, если кто-нибудь из этого всего пользовался, буду рада почитать комменты, если вы мне посоветите какой-нибудь шампунь, потому что как-то в такой пространстве, зачем тебе волосы мыть, какой конкретно вот штукой, ну и всем спасибо за просмотр, пока, не забудь поставить палец кверху,